Беда наступает тогда, когда власть на стороне зла. Вместо того, чтобы сразу спасаться, мы пытались быть оппозицией NFT. А NFT — это способ придания файлу статуса оригинала. То есть хорошее искусство должно содержать мем. Это, безусловно, хорошая новость вообще для всех людей, которые занимаются искусством. Это мы сейчас наблюдаем на Путине, что он является, собственно говоря, жертвой пропаганды, собственной же. На небе Бог, на земле Россия. Он повторил. В России воля иногда важнее, чем технология. Иметь стратегию — это ошибка. А надо пользоваться всеми подарками судьбы, ловить удачу. В локдаун тут все спорят, вернется, не вернется. Значит, ничто никуда не вернется. Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день, господин Марат Гельман. У меня есть своя версия, с каким человеком мы сегодня разговариваем. Потому что на самом деле люди бывают очень талантливые, и тоже Россию этим не удивишь. В России много талантов. Но бывают люди талантливые и слабые. Бывают люди талантливые, сильные и обращенные в прошлое. И редчайшие на самом деле люди, которые талантливые, сильные и обращенные в будущее. Вот Марат Гельман именно такой человек, редчайший вообще человек, который и сильный, и умный, и талантливый, и обращенный в будущее. Вот это, наверное, самое приятное, что можно вообще говоря, понять о человеке. Поэтому я просто безумно рад с вами говорить. И мне кажется, что действительно таких людей, как вы, их просто единицы, их надо просто беречь, холить или леять. Не всегда, наверное, это получается, холить или леять, судя по тому, как вас мотает. Ну, а еще коротко. То есть вы человек, который был четыре года директором Пермского музея и сделал вообще невозможность для России из провинциального Пермского музея, сделали музей мирового уровня. То есть вы человек, который подарил 200 работ Третьяковке. То есть второй дар после самого Третьякова по объему. Сегодня вы в Черногории организатор, хозяин фестиваля «Слово ново». Но при всем при этом, знаете, я когда читал ваш Facebook «Источник знаний», я вижу, что совершенно интересная, потрясающая, красивая выставка в Москве. Но вот это чувство какого-то общего поражения и чувство, на самом деле, большой какой-то растерянности и утраты, вот оно вам, судя по вашему Facebook, присутствовало. Вот правда ли, что несмотря на то, что вы сейчас живете практически в раю, с новыми, замечательными, маленькими детьми, с потрясающей, умной и красивой женой. То есть неужели вы проиграли, Марат? И если вы проиграли, то как вы проиграли? Я, во-первых, несколько, как это называется, дисклеймом, да? То есть по поводу таланта ситуация такая. Ну, у меня, значит, мой отец известный драматурик, а у меня такой известный папа. И, значит, я старался, чего-то писал, подсылал ему свои там повести, он, значит, меня ругал. Я ему говорил, что он ко мне несправедлив. И он говорит, окей, а я... Ты мне так осторожно написал. Займитесь чем-нибудь другим. В общем, я к 21-22 годам понял, что я как раз отсутствует таланта у меня. Но я научился ценить таланты в других. И когда началась перестройка, все ринулись в Москву, я ринулся в Москву. И Москва была заполнена талантливыми людьми, акциозными, каждый из них носился со своим талантом. А я был один, который готов был восхищаться чужими талантами и работать на них. Собственно, крист — это человек, который... Своё я. Вот и с чужим я. Поэтому просто был когда дефицит и талантливых, но готовых работать на чужое эго. Да, поэтому вот это отсутствие таланта в данном моём конкретном случае сыграло со мной какую-то такую положительную роль. Помогло в карьере, будем так говорить. Значит, в целом, мне, конечно, приятно слышать ваши слова. Действительно считаю, что у нас у поколения какой-то был шанс... Ну, в общем-то, интегрировать... Всё очень просто — интегрировать Россию в Европу. Было понятно в 90-х, что Россия слишком большая, чтобы просто стать членом ЕС. Она поменяла бы саму ЕС. Поэтому, в целом, в Европе — это был как бы наш девиз нашего поколения. В смысле, да, поколенчески мы проиграли, потому что, в общем-то, эти идеалы как бы не стали идеей, что с ней происходит. И поэтому, да, мы проигравшие. Но, безусловно, в таком... Ну, в этом временном промежутке, если брать какой-то больше временной промежуток, то, наверное, мы и не проиграли, потому что в нынешней ситуации как бы суд истории, ну, я думаю, что там, условно говоря, Третьяковка пережила много в разных властей, переживёт и эту власть. Я 50 работ в русском музее передал. То есть как бы с точки зрения какой-то, наверное, личной судьбы, ну, грех жаловаться. То есть она была даже не одна, а несколько разных судов. Но с точки зрения страны, то, безусловно, ну, очевидно, поражение той части общества, которая видела Россию как часть Европы. Идеологически примерно так делю, что есть европейцы, азиаты и самостийцы. Да, там, условно говоря, Путин – самостиец. То есть мы – особый мир, значит, у нас всё особо, история у нас особая, мы вообще в цивилизационный код, и пошло и поехало. Так вот эти… И евразийцы проиграли, и европейцы проиграли. Да, то есть как бы интеграция, значит, России в эти оба мира. Обычная банальная автократия. Автократия всегда настаивает на суверенитете, вот, и на отсутствие идеологии, для того, чтобы можно было спокойно, как бы грабить страну и не бояться, что какой-то международный контроль им помешает. В общем, это такая немножко… Вопрос для меня, я бы так сказал, болезненно воспринимаемый, потому что именно вот это соотношение счастлив персонально и проиграл как поколение, оно и есть укор, который я сам себе даю, потому что, ну, типа, ну, сам-то ты… У тебя всё хорошо. Сейчас и потом. И даже когда меня выдавили из страны, вроде бы, казалось, совершили некое насилие, то на самом деле я даже как-то благодарен этим людям, да, потому что я живу здесь совсем другой, который мне очень нравится, и я бы никогда бы самостоятельно на такой шаг бы не пошёл, жил бы сейчас в Перми, вот, а не на Средиземном море, вот. Так что вот эта вот разница между личным и общественным, это и есть основная претензия нас самим в себе. Успешные ребята, которые не смогли справиться вот с проектом России. Участие. Знаете, у меня такое вот продолжение того, о чём вы начали говорить, это как из Бабеля, да, то есть, когда Фраим Грач говорит, хозяин, кого ты бьёшь, ты бьёшь орлов, с кем ты останешься, хозяин, ты останешься со сметьём, а вот, то есть, ну, с мусором, вот, а вы говорили, что 12-й год, он был такой во многом переломный, в 12-м году вы в Перми были, да, и что Россия могла бы пойти, может быть, и была надежда, что она пойдёт по другому пути, и вот Пермь была таким полигоном сначала творческим, потом, может быть, демократическим бы стала, но не случилось, вот не случилось, не произошло, и вот то, что произошло с Пермским проектом, потому что он ведь действительно, знаете, вот Пермский проект, это для вот всего постсоветского пространства, это была какая-то надежда на другую возможность, на децентрализацию, на то, что люди действительно могут сами работать, на то, что может быть инициатива такая, и может быть центр смещён, да, то есть, ну, реальное смещение центра, вот сейчас вы уехали, власть поменялась, городская власть поменялась, Пермский проект существует, он сейчас по-прежнему имеет значение для России или нет? Ну, вы знаете, по поводу того, существует или нет, Мирхольд был директором театра полтора года, существует ли театр Мирхольд? Конечно, существует, да, хотя, значит, самого, самучили и так далее, и так далее, то есть, в этом смысле, Пермский проект сделал какую-то важную работу, он доказал всем, что вот это предубеждение о том, что что-то яркое, интересное, живое, может быть, только в столице, что оно ложное предубеждение, и, собственно говоря, после него началось какое-то движение не только в Перми, а и в каких-то других городах, то есть, вот сломать вот это предубеждение, эта задача была решена. Что касается конкретных планов, которые были, то, конечно, они похоронены, потому что у нас была как-то договоренность Черкуновым, что он будет два срока, вот, и, собственно говоря, там я даже как-то с Медведевым в свое время с него взял слово, что Черкунова не уберут, его убрали буквально за 10 дней до вступления в силу закона о выборах губернатора назначены, то есть, Путину нужно было пристроить свое бывшее правительство, он переходил из правительства в президенты и, соответственно, он пристраивал всех своих министров, и вот решил, значит, пристроить бывшего министра региональной политики губернатора Перского края, то есть, дело в том, что вот эта развилка, есть гипотеза, что эта развилка существовала у нас в голове, те люди, которые поверили Медведеву, поверили в этот финт, занимались модернизацией, я вот, высшая школа экономика, вот сегодня Ярослав Кузьминов уволился из ректора, он мне как-то прислал картинку, у него там профессор, значит, такая табличка, значит, справа технологическая модернизация, слева модернизация по Гельману, то есть, в принципе, это был не только Гельман, это была большая... Модернизация по Гельману, да, я правильно услышал. Гуманитарная, да. То есть, это было большое количество людей, которые сделали ставку на то, что постепенно из несовершенной демократии страна будет вытаскиваться и личные качества Медведева вроде бы как бы давали основания на оптимизм, отношения, опять же, даже сам Путин, в общем-то, допустим, его стремление сделать Олимпиаду, потом, значит, отпустил Ходорковского, то есть, какие-то были сигналы, что можно тихой сапой повернуть страну вот в какое-то другое направление. Но когда стало понятно, что возвращается Путин, и когда модернизация стала словом ругательным, а традиции, духовные скрепы стали основным, как бы поменялся словарь, власти, то, конечно же, стало все, все сразу стало понятно, что нам с этой властью не по пути, не было тогда еще понятно, что это фатально, поэтому вместо того, чтобы сразу спасаться, мы пытались быть оппозицией, исходя из того, дело в том, что люди искусства, даже если они не занимаются политикой, у них есть всегда несколько таких важных трендов, это первое, это глобализация, то есть любой художник хочет быть всемирно известным художником, он не хочет оставаться в рамках своего вот этого локального места, где родился, там и пригодился, и любой художник он смотрит в будущее, а не в прошлое, то есть он как бы человек будущего, и вот эти две позиции, они противоречили тому, что нам декларировал вот этот обновленный Путин, как бы новый Путин, которого мы увидели в 2012 году, то есть человек, психика, которого очень сильно была подвержена вот этим историзму, то есть в то время возглавивающего общества, всероссийское историческое общество, в общем, человек погрузился в 19 век, мыслил территориями, то есть в прошлое и вот в такой, это даже было тогда, вначале это не было, изоляция это уже результат, а тогда основным таким звучанием Путина было это реванш, реваншизм такой, то есть мы должны вернуть там, я не знаю, Советский Союз, мы должны вернуть свое место значит, в мире, то есть с нами снова должны считаться, мы должны обязательно быть игроками в Сирии, там, везде, вот это вот все реваншизм, который в результате привел страну к изоляционисту. Марат, смотрите, вот вы недавно вспоминали о том, что была история, когда вас после выставки, вернее, прямо на выставке серьезно избили, да, то есть до полусмерти, но это же было гораздо раньше 2012 года. Да, это было гораздо раньше 2012 года, и на вас тогда была антигрузинская истерия, грузинского художника Саши Джики, и они разгромили выставку и меня избили. Нет, но это на вас тогда не повлияло, это для вас не было сигналом, и вы тогда не собирались уезжать, и у вас не поменялись, скажем так, отношения с вот этим миром. Нет, но это было как бы, как это выглядело, как эксцесс. Более того, первоначально вполне возможно это были там не власти, а там, условно говоря, какие-то националистические круги, которых возмутило. Тогда антигрузинская истерия достаточно высокий какой-то такой градус подняла. Вот, и потом я узнал, что все-таки это были переодетые милиционеры. Вот. А тогда казалось, что это, наверное, какие-то черносотинцы, ну, то есть, что это не власть. Дело в том, что, ну, мы исходим из того, что в мире, в принципе, существует зло, да, существуют убийцы, они существуют во всех странах, существуют воры, то есть, зло существует, но мы предполагаем, что беда наступает тогда, когда власть на стороне зла, да, дело не в том, что в России избили галериста, да, а дело в том, что власть потворствует тем людям, которые избивают. Вот это вот самое, то есть, собственно говоря, тогда еще не было, то есть, дело в том, что это вот совсем недавно власть перестала стесняться, что ли, вот этого своего авторитарного, авторитарных одежд, авторитарной сущности. Раньше власть была такой двуличной, она говорила о том, что нет, мы, конечно же, стремимся к демократии, ну, у нас есть свои сдержки, все-таки 70 лет советской власти, на стол, на все, то есть, но в целом, вот это, я не знаю, там, последние, наверное, полтора года власти просто перестали стесняться, говорят прямым текстом, что демократия себя сжила, мы будем строить авторитарное общество, Россия, у России особый путь, значит, и, ну, и вот у нас есть, нам нужен царь, и так далее, и так далее, поэтому нет, меня тогда, тогда, мне вообще надо сказать, что я настолько был укоренен, моя жизнь настолько была связана с Москвой тогда, что я себе не мыслил с жизнью в нем, что, собственно говоря, для меня поездка в Перми, это было событие такое жизненное, человеческое, решиться надо, и не столько потому, что Пермь далеко, а столько потому, что уехать из Москвы, вот мне, например, в Нью-Йорк не удалось уехать, я там четыре месяца, полгода почти прожил и вернулся, у вас был момент, опять же, для меня совершенно потрясающий, когда вы сказали, а я вообще выбирал перед Черногорией, куда поехать, у меня были предложения Берлина, у меня было предложение Донбасса, у меня был Казахстан, вот Казахстан в этом ряду, конечно, совершенно неожиданная штука, хотя, зная вашу историю с казахами, вообще, она может быть не такая неожиданная, но вы действительно рассматривали вариант поехать работать, скажем так, вот этим самым культурным гастарбайтером или наоборот культурным гуру в Казахстан? Да, почему нет? Нет, ну просто это был момент, когда дали понять, что в России работать не дадут, и там у меня было два проекта, с государством я уже не работал, значит, два проекта с частными инвесторами, и к каждому из них пришли люди и сказали, что будут проблемы, если будут продолжать работать со мной, то есть было понятно, что работать не получится, и я в это время, да, рассматривал, в том числе в России в высших эшелонах власти есть один человек из Казахстана, который узнав, что я валю, сразу же как бы заинтересовался, и был такой проект, был такой проект. Проект частный или государственный? нет, нет, государственный, городской, городской, городской проект, то есть, да, речь шла о том, что надо было изменить опять жизнь города, дело, потому что перский проект всех же, вот чтобы было понятно, что не только не только вас, не только людей культуры вдохновлял перский проект. Ко мне Медведев подходил, говорил, слушай, губернаторы просят с тобой познакомиться, ну, да, там, ткачок подходил к Краснодару, а почему Пермь, почему не Краснодар? То есть, это была такая, в тот момент, это действительно выглядело как чудо, да, то есть, 300 лет со времен Петра Первого все происходило только в Москве или в Питере, где царь, там все происходило, а все остальное воспринималось как такое, ну, поле, грядки, с которых надо собрать жатвы. И тут вдруг что-то произошло по-другому, и, конечно, все, а все, особенно начальники, региональные, они страдают, ну, там, ты вырастешь, допустим, что-то очень ценный, дорогой фрукт, а он берет и уезжает в столетие. Более того, все эти программы, ведь, например, я критиковал Медведева за вот эту программу, там, золотой, золотой запас, кадровый резерв, как-то у него назвалось, что, мало того, что и так все стремятся в Москву, и здесь все, так у вас еще специальная программа по поиску в регионах лучших людей и сделать из них кадровый резерв для вашего правительства и так далее, и так далее. В конце концов, коммунисты, наоборот, были народовольцы, до коммунистов, коммунистов были пятитысячники, то есть, когда люди, наоборот, шли в регионы что-то поднимать, вот, а здесь была такая убогая политика, и поэтому, да, это всех задело именно потому, что это было буквально наоборот. И надо сказать, что здесь, конечно, там, может быть, не заслуженно, ну, меня все время упоминают, но все же, что Кичерпунов и Сергей Гордеев, он был тогда сенатором от Первого края, собственно говоря, это они меня втащили. То есть, моя, как бы, может быть, заслуга есть в том, что я этот проект реализовал, сумел реализовать, но в том, что в России воля иногда важнее, чем технология, в том, что воля для этого сопротивления вот этому движению в центр, всасыванию в центр всего из регионов, воля была вот у этих двух человек, и, значит, их надо, я считаю, что их надо все время тоже упоминать, по крайней мере, в Суэзи-Пирмском проекте. Вот. Ну да, и... Вот, соответственно, именно в этом качестве меня приглашали и в Берлин, и в Донбасс, и в Казахстан. То есть, не в качестве галериста или эксперта по... не директорам музеям, а вот таким культуртреггерам, которые могут сделать проект, большой проект. для города и изменить жизнь города. Для города. Да. А среди вашего дара Третьяковки было четыре казахских художника. Да, то есть, и вообще... Стоит Адабеков. Да. Ербол, да, Канат Ибрагимов. Канат Ибрагимов, да, да, все правильно. И этот самый... Молдакул. Как его? Молдакул Назарбетов, да. Назарбетов, да. А вообще говоря, вы для Казахстана фигура, ну, как бы не только для Казахстана, но для Казахстана абсолютно мифическая, да, то есть, такая легендарная, то есть, там, то, что Канат Ибрагимов вас Миком Джагером назвал сразу по приезду, это, скажем так, это вошло в городские легенды. Ну, вообще говоря, вот работа и взаимодействие с казахскими художниками, это же и в Перми было, да, то есть, выставка казахского искусства, и в Москве вы ее делали. Вообще говоря, что вы увидели, понятно, что вы, как человек, который ищет там, где не ищут другие, вы находили вот совершенно новый пласт, но что вы в казахах разглядели? Нет, ну, во-первых, я продолжаю следить за тем, что происходит, и всегда интересует как раз соотношение глобального и локального. То есть, когда приезжаешь в Казахстан, в первую очередь как раз ищешь именно художников, которые мыслят себя в глобальном характере. художнице. То есть, очень парадоксально получается, что те художники, которые себя мыслят именно внутри традиции, типа, мы казахские художники, или там, мы молдавские художники, или мы генгерские художники, они все как-то между собой как раз похожи. То есть, получается, такой глобальный традиционализм. А вот художники, которые мыслят себя глобально, живя в Казахстане, в Молдавии, где-то, они как раз и интересны, они являются индивидуальностями. Поэтому первое, что я увидел, я увидел европейцев, европейских художников в Казахстане. А дальше начинается интересное, что все-таки обстоятельства жизни влияют на художника, на его творчество. И вот уже, когда ты видишь европейского художника, который родом из Алматы, или из Чикмента, и так далее, и так далее, и когда ты видишь, как человек из него проявляется, то это, конечно, назовем это так, конкурентное преимущество. Но в целом все-таки первоначальный импульс всегда это, куда бы ты ни приехал, как раз наоборот, увидеть художников, которые мыслят себя не локально, а глобально. Мыслят себя как художники вообще, а не как казахские художники. Но через некоторое время ты начинаешь обобщать. Это как бы следующий этап. Второй этап это касалось и украинских художников, которыми я занимался с самого начала, когда через некоторое время ты начинаешь отвечать на вопрос, а чем отличаются украинские художники от русских, венгерских, казахских, чем отличаются казахские. И вот тогда очень интересно происходит, когда ты на втором этапе начинаешь осознавать вот эту коллективную идентичность. вот. И да, это очень интересно. В Казахстане вообще интересно прослеживать влияние. Например, влияние Питера было сильнее, чем влияние Москвы. То есть на тех художников, с которыми я встречался. вот. Тогда еще в самом начале. Это было обусловлено какими-то случайностями. То есть это не было какой-то какой-то там политикой крупной и так далее, и так далее. Это там очень какая-то там неважно. Это было интересно. Значит, интересно было, что в Казахстане как бы освобождение от советского не стало ну как бы стремлением к эксплуатации традиций, да, орнаменту, чего-то такого, как в других республиках. Во многих республиках, освобождаясь от советского, бросались такое в этнику, в этническое. В Казахстане этого не произошло, но вот есть гипотеза, что это связано с тем, что в принципе у кочевников не было такой, некуда было бросаться, не было такой материальной культуры. Весь вся как бы этническая культура была там музыкальная, какая-то эпос был, а вот там изобразительное искусство не было так сильно раз традиционно. Ну, то есть как бы когда ты начинаешь вылавливать вот эти специфические вещи, ну и, конечно, казахи, как люди очень часто сталкиваются с представлением европейца об азиате. Потому что, в принципе, если ты разговариваешь с художниками в Алма-Ате, перед тобой обычный европеец, да, но только выглядит этот европеец по-другому, да, и вот этот диссонанс вот это вот приводит к тому, что казахи начинают играть в азиатах. Ну, это тоже очень интересно, но вот Ербол, конечно, такой, ну, не только, все, все в это играют, Канат играл в своих акциях в азиатщину, Ербол, то есть они как бы немножко дают пас европейцу, как бы такой европейской столице, но вы же, у вас же есть какие-то представления о художнике-азиатах, мы вот вначале, прежде чем всерьез поговорить, мы вначале удовлетворим ваши ожидания. Удовлетворили, а теперь поговорим. То есть как бы это все очень интересно, это все очень тонкая игра, эта игра, надо сказать, что мало, ну, прочитывается редко, прочитывается редко, вот, и, но даже там, где это не прочитывается, это становится вот таким бэкграундом, который превращает вот этих разных художников все-таки в какую-то единую общность, которую, можно сказать, казахское современное искусство, того поколения, надо сказать, что я говорю все-таки о художниках первой такая генерация, 90-е годы, чуть позже, может быть, там то, что сейчас, вот, там Зоя Фалькова, то есть других, то есть там уже нет такого, может быть, есть какие-то другие, другие интересные такие тонкости, которые объединяют например казахских художников с сибирскими. Вот это такая ирония над собственной удаленностью. То есть мы здесь далеко находимся, до нас, вот там условно говоря, если Мадонна делает тур по миру, то до нас все равно не доедет, да, там остановится значит в Екатеринбурге или там где-то. Вот, то есть вот мы далеко и вот эта наша отдаленность такая игра в такое, как бы немножко местничество такое, ну вот как там у Воробьевых, то есть как бы такая немножко игра в изоляцию, игра в изоляцию. То есть окраина, мы окраина империи, вот современное искусство это большая империя, вот у нее есть столицы, Нью-Йорк, Венеция, Базель, дальше чуть шире, там вот здесь Лондон, Берлин, Москва, еще чуть шире, а вот где-то там значит на пятой орбите значит Томск, Алма-Ата, вот в это тоже есть игра. Бешкет. Бешкет, да, да. Ну то есть как бы здесь же очень важный момент, это чтобы у человека было желание погружаться. Я вот, например, когда был галеристом, у меня было все очень жестко, да, галерея делает, там, ну допустим, 12 выставок в году. Из этих 12 выставок, там, допустим, 8 выставок, это те художники, с которыми галерея постоянно работает, на которых она зарабатывает деньги, соответственно, 4 новых художника. И ты смотришь на весь мир искусства через призму того, что у тебя есть 4 всего лишь возможности сделать новых выставок. Поэтому ты не сильно погружаешься, так-так-так-так, вот. Когда ты выступаешь в качестве куратора, у тебя совсем другой взгляд, то есть ты интересуешься, ты готов погружаться, разбираться. Наоборот, тебе интересно сделать яркий выставочный проект, при этом еще и принести новых художников, потому что там легко делать с помощью известных художников, успешные выставки, принести что-то новое. А сейчас, когда я в резиденции, так я вообще просто готов в каждом художнике рыться, разбираться, находить что-то в нем интересное, советовать ему, даже если он как бы невнятный, сам себя не понимает, то если есть там искра какая-то божья, ты, значит, пытаешься... То есть очень важно вот это... То есть тогда была позиция, галериста позиция это очень жесткая, и она тоже очень важная, потому что тебе нужен успех любой ценой. Вот. А сейчас такая более широкая, обзорная позиция, она тоже интересная тем, что ты даешь себе труд всматриваться в тех случаях, в которых раньше бы просто прошел бы вид. И всегда находишь что-то интересное. Да. Вот про успех любой ценой. Вот человек, который еще до, скажем, всех казахских художников, человек из Алматы, который выламывается из всего, и который стал, скажем так, лидером в какой-то момент московского акционизма, потом послал далеко этот московский акционизм, то есть Александр Бреннер из Алма-Аты. Да, да. Вот, ну, он же, и вот это такая совместная ваша игра и в вашей галерее его, пусть на короткое время, но игра же безумно яркая. вот, и вот этот вот акционизм это вот та самая другая жизнь, о которой вы говорили, то есть это там первая жизнь, вторая, третья ваша, что это было вообще для вас сейчас? Нет, ну, здесь важен контекст, конечно, дело в том, что Саша Бреннер появился в тот момент, когда московская художественная среда осознала тяжесть положения, потому что когда началась перестройка, то был огромный энтузиазм, что сейчас откроются границы и российское искусство станет частью мирового искусства, и вот все эти прекрасные истории, это станет нашей историей, и мы двинулись в Европу, мы двинулись в Европу, не только вот в смысле привести картины в Европу, но естественно мы пытались понять, как что-то, какова система критериев, как это все, то есть мы пытались интегрироваться, в том числе и художники старались быть европейскими художниками, и через, ну там много разных сюжетов было, но важно то, что где-то в 93-м году стало понятно, что вот этот бум на русское искусство, он кончился, то есть такой как бы интерес к любому русскому художнику, который длился в мире три года, представьте себе, да, те художники, которые успели восстановить пользоваться этим бумом, уехали, а те художники, которые как бы чуть-чуть следующее поколение, значит, они остались фактически с некоторым пониманием, что имитируя европейское искусство, ну они будут там какими-то пятыми в очередь, то есть они, собственно говоря, Европе не нужны имитаторы, да, то есть Европа воспринимает именно ну как бы то есть кончился элемент экзотики и по большому счету русское искусство должно было интегрироваться в общеевропейское вместе с институцией, то есть надо было строить музей, то есть вот как обычно, да, то есть вот есть страна, у этой страны есть инфраструктура современного искусства и эта инфраструктура уже взаимодействует с инфраструктурой в Европе, да, и в этот момент появилась такое альтернативная стратегия оставаться, предельно оставаться самими собой и именно в таком качестве на альтернативе стать частью европейского художественного процесса. У русского искусства было несколько джукелов, его ругали, один из джукелов был литературщина, что русское искусство литературно, что это всегда как какой-то нарратив, сюжет, что художники не занимаются пластикой, а занимаются там рассказывают историей, вот, и Бренер взял этот джукел и сделал его как раз знамением, это было первое, то есть еще до акционизма, то есть он сказал, что литературность русского искусства не есть проблема, а это как раз его важное преимущество, это было очень важно, то есть вот этот поворот, он меня очень сильно углёг, потому что я в этом увидел какую-то перспективу для искусства в целом, и собственно говоря, не только Саша, но Саша был самый яркий, это была группа художников, которые выбрали вот этот альтернативный, точнее так, они даже не выбрали один, они начали развивать стратегии, альтернативные стратегии интеграции европейское культурное сообщество, это было очень интересно, это было очень интересно, и конечно, я подпал под обаяние Бренера, и помогал ему, то есть это были даже не то чтобы отношения галериста и художника, вот, а мне казалось, что просто он может, у него достаточно таланта, целеустремлённости, чтобы расчистить ситуацию не только для себя, но и для других, вот, это было очень важно, но Саша действительно быстро потерял интерес к тому, чтобы быть номер один в России, ему показалось, что это у него уже есть в кармане, вот, главная галерея, вот, внимание, там, и так далее, статьи главных критиков, всё, это уже у него есть, вот, и кроме всего прочего, он не избежал, вот, к сожалению, это угроза для всех радикальных художников, это граница между искусством и активизмом, она всё же очень тонкая, граница между поступком и жестом, она вообще находится в голове, и вот поэтому в поисках предельности, радикальности своей художественной стратегии Саша просто стал активистом, уже не здесь, а в Европе, и в общем, как художник, ну, остался в истории, вот в том периоде, очень коротком, ярком периоде, московском, он так и остался. при этом он ведь продолжил как литератор, и литератор очень интересный, и там, ну, он пишет тексты, знаете, это всё-таки не профессия, то есть литератор, это человек, который пишет, зарабатывает на этом деньги, а Саша, безусловно, яркий, талантливый автор текстов, но все его тексты, у них есть какая-то задача, то есть это как, ну, можно назвать Ленина-литератором, житие убиенных художников, это же всё-таки книжка, это не просто текст. Нет, я говорю, что, нет, это что значит просто текст, я говорю, что у Ленина тоже не просто текст, то есть у этих текстов есть какие-то цели, задачи, то есть я бы сказал, что Саша больше, чем литерат, я не в минус, а в плюс как раз, он гораздо больше, то есть тексты для него это инструмент, ну, они такие, я Лимонов написал, подарил мне свою книжку, он говорит, я думал уже не писать ничего, ну, вот, деньги нужны, написал книжку, вот, ну, как бы, то есть для них вот они вкусили вот этого активизма, и для них вот это писание текстов, это не превратилось в их профессию, в литературу, ну, ну, да, мы умеем это делать, может быть, мы умеем это делать лучше всех, кто занимается этим как профессией, но мы не являемся писателями, литераторами, и, конечно, сказать, что Бренер литератор, это обидеть его, я бы так скажу, но при этом он очень маргинализировался, он очень закрылся, я с ним недавно встречал, как, три года назад в Киеве встречался, общались, то есть он, то есть это какая-то такая уже позиция, позиция эскапизма такого, вот, ну, может быть он просто раньше нас понял что-то про поражение и решил уже совсем не воевать. Давайте опять про будущее, вот цитата из вас совсем недавняя, эти полтора месяца были крайне важными, я снова попал в зону некомпетентности, все как мы любим, погрузился в NFT, через него в крипту, блокчейн, ощущение, что я везде опоздал, что все уже сделано, придумано до меня каждый день, единственное, что успокаивает, что современное искусство, я тоже пришел с опозданием, буквально за полгода до Сотбис 88, и так не просто наверстывал, пока в 93-м Екатерина Деготь не написала в Коммерсанте, поэт Пушкин, река Волга, галерист Гельман, был момент с NFT, когда тоже хотел бросить, своя зона у меня есть, я в ней круче, зачем лезть туда, где тебя не особо ждут, а вот на самом деле сейчас мы, ну, я вот сейчас вас спрашиваю про то, про что большинство вообще просто не понимает ничего, вот, а не многие понимают что-то, вот, вы как-то сказали, что до вот этого самого NFT у цифрового искусства не было оригинальности, то есть оригинала вернее, что именно вот этот невзаимозаменяемый токен, он и дает вот этому цифровому искусству оригинал, вот, что сейчас, насколько вы вот в это сумели, скажем так, ухватиться вот за этот поручень последнего вагона? Ну, я должен сказать, что вот такой вот на этот бум мы опоздали, и это очень хорошо, потому что как часто бывает, первое, первое, оно не лучшее, не самое, главное, не самое важное, самое фундаментальное, но я, раз вы говорите, что многие не понимают, то, значит, я минуту времени потрачу, да, так вот со времен, когда появился компьютер или интернет, художники стали делать работы, цифровые работы, то есть, ну, там, 95-й год уже Алексей уже делали какие-то работы с помощью компьютера, значит, то есть, художник, в принципе, он исследователь, появляется какое-то новое медиа, он обязательно хочет с этим новым медиа работать. еще до этого, естественно, художники очень интересовались камерами, видеокамерами, то есть, в принципе, видеоискусство, которое родилось из нескольких направлений, это документация акционизма, это живая картинка, оно тоже влилось в цифровое искусство, но была базовая проблема, что художественный рынок был построен на нескольких фетишах, мощных, тысячелетних фетишах, и один из них это деление копий и оригиналов, то есть, началось это в Риме, когда на одной площади греческие оригинальные скульптуры продавались и римские копии, римские копии были хуже и они стоили гораздо дешевле, все хотели только оригинальные, потом, значит, когда были вот эти рынки, художественные рынки первые, это были рынки на граммах, то есть, ты когда увозишь, захватил город, тебе надо увезти, то, что на коне ты можешь увезти, самое ценное, значит, ты берешь какие-то ценные вещи из кустов, вот, и поэтому там тоже оригинальный персидский ковер, еще не было авторства, но фетиш оригинального был очень важен, значит, и в восьмом веке появился второй фетиш, это автор, то есть, вы же начали подписывать, и таким образом, ну, там появились еще какие-то, но вот эти фетиши были самые мощные, то есть, оригинал может стоить много миллионов, а копия, которая уже со тех времен копирования стала идеальной, она точно такая же, один к одному, ну, вот она стоит чуть больше, чем стоит ее изготовить, и вот цифровое искусство, оно с этим не могло никак соотноситься, потому что там не было оригинала, то есть, что является оригиналом, да, я вам послал файл, файл остался при этом у меня, значит, какой у вас оригинал или копия, вот, то есть, поэтому рынок это отвергал, и вот эти художники цифровые за 30 лет в таком маргинальном состоянии, в аутсайперстве, сформировали свой мир, цифровое искусство покупалось, продавалось, за небольшие деньги, там появились какие-то коллекционеры, вот, и вот когда появился NFT, а NFT это способ придания файлу статуса оригинала, причем этот способ гораздо более надежный, чем в реальной жизни, да, то есть, в реальной жизни теоретически можно сделать копию, подделку, да, там этого сделать невозможно, то есть, что это означает, это означает, что открылась дверца между вот этим миром маргинальным цифровых художников, цифрового искусства, иногда известных художников, но не коммерческое искусство, потому что оно в цифре, и настоящим рынком, да, и вот в эту дверцу ломанулись, ломанулись все в первую очередь, потому что оказалось, что там внутри есть и огромные деньги, не только новые художники, но и огромные деньги, то есть, например, когда китайское искусство или там казахское искусство приходит в большой мир, то это что означает? Это означает, что просто художники всасываются инфраструктурой, да, вот пришли там сто китайских художников, через некоторое время они доставляются в галереи по всему миру, в аукционах и так далее, и так далее, а цифровые художники пришли уже вместе со всей своей инфраструктурой, у них уже есть маркетплейсы, где они торгуются, им не нужны галереи, у них уже есть криптоколлекционеры, то есть у которых своя система критериев, то есть это очень интересный момент, то есть с моей точки зрения это просто исторически важный момент, когда эти новые художники, они еще и повлияют на традиционное современное искусство, я вот сравниваю это с тем, как в свое время японская графика повлияла на импрессионистов, вот эти открытые цвета, они оттуда пришли, они не скрывали, то есть пришло искусство с какими-то другими критериями, и оно, кроме того, что само интересно, оно еще каким-то образом повлияло на искусство метрополии основной, то есть вот это момент, который мы сейчас переживаем, и это самое главное, есть и другие моменты, что NFT очень удобно, и скоро всякое произведение искусства, я думаю, что музеи все свои архивы превратят в NFT тоже, это будет способ получения донатов, то есть мир изменится, художественный мир скоро изменится, он будет очень прозрачен, просто для того, чтобы было понятно, до последнего времени, до локдауна, 60% художественного рынка находилось в серой зоне, то есть это серая зона, это зона, в которой есть разные цены, не платятся налоги, и так далее, и так далее, значит, вот эта новая блокчейн-система, она с одной стороны очень выгодна, очень удобна, с другой стороны, она абсолютно открытая, соответственно, не только в самом искусстве будут изменения, но будут изменения и в том, как будет вообще художественный рынок существовать, поэтому это все очень интересно, я понимаю так, что вот эти изменения, которые будут происходить в течение ближайших, может быть, трех лет, надо все время держать руку на путь, то есть возможно сейчас я не делаю больших специальных каких-то инвестиций, больших проектов, потому что я действительно как начало интернета, то есть всем было понятно, что придет что-то важное, но где именно прорвет, никто не знает, вот так и здесь, мне кажется, что здесь важно убрать вот такой снобизм вот этого человека, у которого и так все хорошо, потому что мне кажется, что через некоторое время с такой позицией можно будет уже сдавать себя просто в архив, то есть это будет касаться, то есть цифровые художники бросились в NFT, потому что у них нет другого выхода, а для всех остальных художников это тоже прекрасный инструмент, гораздо более эффективный, чем все те инструменты, которые сегодня предлагает художественный рынок. То есть правильно ли вот я вас услышал, что вы говорите, что эта ситуация неизбежно повлияет на так называемое обычное искусство там традиционное нетрадиционное неважно, что никто никуда не то, что раньше называлось современным искусством, теперь можно называть традиционным. Да, оно теперь стало традиционным, и оно никуда не денется. Оно никуда не денется, конечно, но изменится, в том числе и система критериев изменится. Допустим, когда говорим о салонном искусстве, то есть искусство, задача которого украшать стены нашего жилища, да там критерий красота. Салонное искусство должно быть красивым. Вот NFT принесло вот это мем, то есть хорошее искусство должно содержать мем обязательно. То есть это понятно, что это не значит, что другого искусства не будет, но это значит, что это сильно повлияет на всех, на систему, что окажется, что художники, которых и раньше их работы содержали в себе мем, они как бы подымутся, станут богаче, глубже их, искусство можно будет интерпретировать по-разному. То есть это вообще интересный процесс, как будет слияние этих двух миров, одного большого с историей тысячелетней и другого маргинального с историей 30-летней, но за эти 30 лет создано, вот смотрите, только сейчас на маркетплейсах 18 миллионов произведений искусства цифрового. и это при том, что то, что делалось раньше, до NFT, это еще, ну, в общем, еще не токенизировано, еще впереди еще большие процессы. Вот, то есть это большое внедрение. То есть вот в принципе, вот современная художественная среда, она под воздействием, например, африканского, китайского искусства, оно же тоже немножко поменялось. Вот этот метамодернизм, как бы вот эта новая эпоха, она же пришла именно под воздействием прихода вот этих художников из окраина. То есть они, у них не было своей инфраструктуры, но они все равно немножко изменили. Вот, а теперь приходит мир со своей инфраструктурой, со своими миллиардерами, со своими критериями, со своей системой иерархии. И это очень интересно. Это безусловно хорошая новость вообще для всех людей, которые занимаются искусством, потому что были же такие настроения упаднические, ну там ничего нового не может быть, есть такая даже там из искусства исчезла темпоральность, то есть вообще понятие времени исчезло из искусства, то есть вдруг снова какая-то внешняя энергия, там, конечно же, так как они развивались маргинально, там гораздо больше шлака, чем в обычной. То есть условно говоря, если так мы предполагаем, что там один из двадцати интересный, а там может быть один из двухсот интересный, ну неважно, но все равно их много, их много. Из восемнадцати это миллионов, да. Что-то может быть, да. Вот а мем, вот вы же вообще говоря, сам Марат Гельман это такой человек-мем на разных, скажем, стадиях своего пути, да. То есть там замечательные, скажем так, выражения из Марата Гельмана, то есть скептики будут посрамлены, да, или художник всегда прав, да, или, то есть, ну не ваше характерно, но я у вас его часто очень встречал, доволен как слон, то есть Марат это прям писал при каждой удаче. Вот, то есть сам, скажем так, мем черного Гельмана, который на самом деле просто сконцентрировал себя вообще все, что только можно было собрать страшного, ужасного и кровавого вообще в этом самом искусстве, которое вы столько лет продвигали, причем продвигали в в обществе, которое на всех уровнях не было готово к восприятию. Вот, то есть, а сейчас что? Сейчас что? Сейчас Марат Гельман в качестве мема, в качестве искусственного интеллекта уйдет куда-то вообще вот в мировые просторы блокчейна, я не знаю. Ну, это мы можем мечтать об этом, то есть, что удастся еще раз сыграть большую блокчейн, да, у меня есть вот эти девизы, так называемые, мои, я бы их отличал, то есть, вот, как бы, в принципе, да, черный Гельман, это, безусловно, некая такая, такой знак, который можно гореть, но вот то, что вы до этого говорили, это мои жизненные девизы, которые фиксируют обязательно какой-то этап моей жизни, и про каждый из них можно конкретно рассказать, и так далее, и так далее, скептики будут посреблены этой эпохе Перми, как раз, здесь у меня было в начале мы не в изгнании, мы в послании, да, Саша Соколов, по-моему, да, 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 вот, ну, и сейчас такая банальная вещь, но жизнь никогда не будет прежней, то есть, как бы, да, ну, это локдаун, тут все спорят, вернется, не вернется, значит, ничто никуда не вернется, вот, значит, это разговор о возрасте, значит, вот мне 60 лет, я, значит, достаточно рационально отношусь к этой теме возраста, то есть, я в отрочестве думал, что я в 60 лет покончу жизнь самоубийства, ну, там был человек один моё, в общем, который в 60 лет себе портил жизнь и всем, я подумал, зачем это нужно, вот, надо активно, насыщенно прожить 60 лет, то есть, значит, вот, и в каком-то смысле так и получилось, да, то есть, я теперь чувствую себя в раю, вот этот локдаун я провел здесь с сыном, ну, вообще, ни с кем не общаясь какое-то время, и вот он как-то отрезал, то есть, у меня как бы вот эта моя новая жизнь, она здесь. С другой стороны, я рационально понимаю, что у меня на какой-то такой важный проект уходит 7 лет жизни. Соответственно, с учётом того, что всё здесь, образ жизни у меня прекрасен, я бросил курить, я плаваю, дети меня держат в тонусе, то есть, у меня есть ещё 7 лет, может быть, даже не один раз, а два раза по 7 лет, чтобы что-то такое значительное совершить. Вот, но, конечно, есть и определённый груз, потому что каждый раз менять жизнь, каждый раз чуть-чуть сложнее, потому что прошлое, оно всё-таки как бы существует. Например, я сейчас делаю в Европе 15 выставок год, но начинать карьеру европейского куратора не получается, потому что всё равно из этих 15 выставок, ну, там, 13, это русское или там постсоветское искусство, всё равно меня здесь воспринимают или зовут именно тогда, когда нужно представлять русских, украинских художников. Неважно, Парижа, Милане, Дондоне, то есть вот менять каждый раз это сложно, значит, поэтому, но я пытаюсь, причём я пытаюсь в разных направлениях, у меня есть такая теория, что иметь стратегию это ошибка, а надо пользоваться всеми подарками судьбы, ловить удачу, вот, поэтому вот сказать, что всё, я всё отложил, двигаюсь в сторону NFT, я не могу, у меня есть не менее масштабный проект, который я пытаюсь тоже продвинуть, я просто сложно говорить, дело в том, что вот какие-то такие вещи, которые пока они не реализованы, они, может быть, даже выглядят как завиральные идеи, вот, недаром же, например, когда я приехал в Пермь, там, первые статьи, они были связаны, там, писали Нью Васюльки, там, ну, то есть, как бы, Хельман рисует какие-то картинки, вот, поэтому у меня есть несколько направлений, которых я пытаюсь двигаться, и, к сожалению, вот, конечно, локдаун многим помог, но вот конкретно в моих проектах, он, потому что это все время связано с поездками, и в моих проектах он сделал большой перерыв, но я, как бы, так сказать, я очень хотел бы, чтобы еще какой-нибудь громкий поворот в моей жизни случился, и, наверное, этот поворот должен быть связан все-таки с искусством, потому что в личной жизни я не хочу никаких поворотов, у нас все уже попал в рай, вот, а в политике, мне кажется, даже если что-то будет происходить, то это будет происходить вне моих усилий, дело в том, что там многие спорят, как долго вот эта конструкция, которая сейчас застывает или уже застыла в России, как долго она может быть, я говорю, я не знаю, она может быть и на следующем году, что-то грохнется, ломанется, но оно грохнется не потому, что мы будем что-то делать, то есть мы не можем никак в этом участвовать, мы можем только там наблюдать это, сочувствовать, радоваться, огорчаться, но сделать уже ничего нельзя, поэтому я, да, я сейчас концентрируюсь на проектах художественных, вот, и, ну, так, в общем, рассчитываю, что в следующей весне день будет бомбардить. вы ощущаете все-таки вот за что-то вам из того, что вы делали как политтехнолог, за что-то вам горько, потому что, ну, что-то вы делали просто из того, что поверили, да, что-то вы делали для того, чтобы какие-то продвинуть демократические процессы, а за что-то вы ощущаете личную ответственность, вот что, вот это вот делать, наверное, все-таки было не надо. Ой, ну, много, но, знаете, здесь несколько, с одной стороны, как бы, ну, биография, это твоя биография, то есть ее надо, ну, в прошлое надо, надо разбираться, надо анализироваться, вот, но корить себя, я вот какое-то время говорил про то, что главная ошибка была в 96-м году, это вот антикоммунистическая кампания, когда мы убедили себя и вокруг себя всех, что нет более важной задачи, чем победить Зюганова, Ельцин победит Зюганова, и ради этой задачи можно нарушать законы о выборах, можно каким-то образом строить прессу и так далее, и так далее. Ну, через некоторое время стало понятно, что это ошибка, потому что раз власть почувствовала, что ради каких-то высоких задач можно нарушать законы, можно строить прессу, то дальше она будет делать то же самое, но уже ради своих задач, которые она тоже считает высоким. Ну, почему нет? То есть, как бы, я так, когда меня спрашивают, примерно, как вы, я говорил, да, да, вот этот, например, вопрос. Были еще какие-то сюжеты, но с другой стороны, это задним числом, конечно, это легко, а тогда в 96-м году, представь себе, всего 5 лет, как Советского Союза не стал. То есть, в принципе, ну да, мы достаточно легко сами себя напугали тем, что возврат возможен. Более того, там были эти сюжеты, когда Зюганову предлагали переименовать Комиссическую партию в социалистическую, и он бы выиграл. То есть, не было бы вот этого, да, ему не надо было ничего, все то же самое, просто. Вот, в последний момент они даже создали сначала этот Народно-патриотический союз, в котором размывалась Комиссическая партия, но в последний момент он испугался потерять вот этих 10% традиционалистов, как бы, тех людей, которые вот за коммунистов, вот, и вот этот страх, и, собственно говоря, ну, то есть, я просто к тому, что, конечно, когда я говорю о том, что вот было поражение, значит, что у этого поражения были отцы, и, наверное, я один из них. Может быть, я не переоцениваю свою роль, она, может, не такая уж значительная, но какая-то роль была. Понятно, что политтехнолог это все-таки не политик, то есть, это примерно как адвокат, то есть, который помогает вести игру, да, но он не является самым игроком, но все-таки какая-то ответственность за все это есть, и разбирать, там, конечно, можно разбирать какие-то отдельные сюжеты, и я так скажу, что, может быть, в целом ошибкой было заниматься этим делом, то есть, не конкретные компании как бы ошибочные, а в принципе, ну, нужны были деньги, так-то так, все, но в целом столько времени, если честно, и здоровье я потратил на это дело, то, наверное, это была одна большая ошибка, вот так. вы как-то сказали недавно, такое промелькнуло про Черногорию, что была попытка в Черногории государственного переворота, то есть, это как вообще, это какие-то, я не знаю, полковники в фуражках, с высокими тульями приходят, то есть, как это вообще в европейской стране это все возможно, или там за ними стоят какие-то русские вежливые люди, то есть, что это вообще за безобразие такое, военный переворот в Черногории? Не военный, ну, вооруженный. Вооруженный. Да, но здесь армия не является политическим игроком, все равно, что нет ее. ой, ну, да, дело в том, что здесь, первое, это то, что в России люди решили, что любовь черногорцев к русским легко конвертируется в то, что, значит, Россия должна быть крылом, под которым Черногория находится. Причем вот это представление о том, что здесь все может так же, как в Крыму, легко сделать, оно сложилось из-за того, что, вот это мы сейчас наблюдаем на Путине, что он является, собственно говоря, жертвой пропаганды, собственной же. Так и там, значит, какие-то люди, которые там отчитываются за свою работу, нашли какого-то там алкаша в кафешке, почистили ему пиджанчок, сказали «на небе Бог, на земле Россия». Он повторил. И повезли его в Москву и сказали «это лидер оппозиции Черногорской». Тот говорит «на небе Бог, на земле Россия». Показали его Козаку, заказали Рогозину, все это показали по телевизору, в газете написали, из газеты попало в аналитические отчеты. И таким образом они решили, что здесь это все легко можно сделать, что надо только отбросить клич. В это время Джуканович вел страну в НАТО. И это была попытка остановить вот это движение в НАТО. То есть речь шла о том, что делается некий военный переворот. У этого переворота был план. План был почти анекдотический. Вот. То есть для этого плана надо было оружие купить. А в принципе в Черногорск все имеют оружие. Здесь это вообще торговля оружием это такое можно сказать хобби. Вот. И поэтому те люди это были те же самые люди, которые занимались и Крымом. Они здесь нашли кому дать деньги. Вот это чисто техническую задачу решения поиска оружия тот превратил в бизнес начал покупать оружие по дворам. Ну и соответственно это же друзья зачем тебе оружие? Короче ну в общем через через некоторое время соответственно в этой в этой в этом заговоре у Джукановича уже своих шпионов было больше чем реальных заговорщиков. поэтому черногорцы так всерьез к этому не относятся потому что Джуканович все это знал видел и ждал и раскрылось это за три дня до выбора. и собственно говоря главным итогом этого было то что он должен был проиграть выбор а он снова выиграл именно на этом раскрытии заговора. но в целом это все вот люди которые со стороны России это все курировали они в общем-то до последнего момента верили что они сейчас поменяют власть и остановят движение страны в Европу а здесь все очень просто здесь действительно очень хорошо относятся к русским помогают ну то есть как бы и действительно плохо относятся к американцам это тоже правда но они очень практически они говорят а что русские нам предлагают мы не понимаем вот Европа нам понятно мы можем спорить там понятно что последние остатки сельского хозяйства похоронить придется а нужно оно потому что зато туризм откроется гораздо больше ну то есть как бы они очень прагматично относятся к теме интеграции Черногории в Европу не спеша там и как раз вступление в НАТО были сплошные плюсы потому что в процессе этого они подписали договора с Албанией то есть их больше интересовали отношения с соседями все-таки ведь не только Сербия говорила про Великую Сербию но и Албания говорила про Великую Албанию и там кусочек Черногории тоже на этих картах Великой Албании то есть для них важно было здесь во вступлении в НАТО вовсе не коллизия между Россией и НАТО а нерушимость границ со своими соседями вот ну и кроме всего прочего да страна-член НАТО это ну на 15% сразу же повысилась вся недвижимость то есть они очень прагматичные люди в этом смысле и движение в Европу для них это единственное возможное движение можно спешить можно не очень спешить но другого пути для них нет собственно говоря нет ничего такого это не отменяет еще раз говорю очень хорошего отношения к русским и естественно значительная часть иностранных инвестиций в Черногории это русские инвестиции окей да вот слово ново то есть 18-й год и 19-й год удалось провести этот фестиваль да то есть в 20-м году локдаун и вот сейчас 21-й год а вы вот сейчас находитесь в горячей стадии подготовки к фестивалю слово ново да то есть да вот если сначала вы говорили о том что это такое такая выставка для России в том числе для того чтобы показать что ребята на самом деле русская литература там лучшие имена за рубежом русские художники за рубежом но это часть России то есть потом в следующий год у вас была концепция русская культура это часть европейской культуры какой шаг в этом году мы продолжаем естественно обе линии то есть конечно ввиду политической ситуации вторая линия еще более актуальна то что русская культура часть европейской культуры вот и но разница может быть заключается в том что в этот раз мы хотим создать некую платформу институцию и о том что вот эта коллизия о том что ну там допустим во Франции любят русскую культуру но не понимают как сотрудничать с государством из-за этого отменяются какие-то проекты то же самое в Лондоне то есть мы хотим попробовать предложить себя обществу европейскому в качестве альтернативы что можно представлять на международных форумах русскую культуру имея дело с нами а не с российским государством то есть это такой практический шаг который мы хотим сделать то есть это будет какая-то постоянно действующая такая продюсерская структура значит ну вот для этого я как бы для этого надо чтобы ну как-то все кто приедет этой идеей заинтересовались и тогда это случится тогда это будет очень важный момент когда такое параллельное что ли существование официальной и неофициальной русской культуры то есть вот представлять представлять неофициально дело в том что когда-то неофициальная могла существовать внутри то есть вот КГБ каким-то образом создало такое гетто и неофициальное искусство существовало внутри там в каких-то сложных но по крайней мере существовало да и там если Пригово брали там после акции какую-то там милицию то четко было известно звонит звонит какой-нибудь посол и говорит что вы взяли известного писателя и это все как-то работает вот то сейчас ситуация другая и мне кажется так как нету ну пока по крайней мере нет закрытых границ то гораздо интереснее и можно делать гораздо более интенсивнее с точки зрения искусства построить вот эту вот неофициальную альтернативную платформу за пределами путинской юрисдикции назовем это так так что это вот такая специфика но в целом все-таки русская культура как часть европейской и русские европейцы да это как бы основной основной топик слова хорошо а такой немножко вопрос который мне кажется вас волнует вот вечность как технология да то есть вечность как некое продление вот себя вот и вообще говоря вы вот насколько сочетание здесь веры в некую вечность и веры в технологии вот вам близко но я дело в том что я занимаюсь этим уже скоро 4 года значит делаю такие конференции школа долголетия и слушаю разных умных людей и там есть несколько как бы аспектов в основном конечно же понятно что вот это все ждут когда технологии сделают шаг преодоление вот этого порога генетического порога условно говоря вот есть там 120 лет и это цифра к которой может стремиться там условно говоря каждый человек потому что это в среднем максимальный возраст нашего вида то есть человек с идеальными генами значит соответственно в будущем допустим с исправленными генами человек ведущий правильный образ жизни да там и человек которому повезло в смысле жизненных обстоятельств может дожить до 120 лет но всех конечно интересует что дальше существует ли дальше то есть условно говоря до 120 лет это долголетие а все что после 120 это уже вечность вот и там там происходит очень много интересных вещей то что я наблюдаю значит надо сказать что вот эта биологическая линия сильно сильно не продвинулась то есть ну например до сих пор самый эффективный способ продления жизни это голодание это было открыто сто лет назад и до сих пор это самый эффективный способ то есть специальная там ритмичная такой-сякой то есть я имею ввиду что все эти все другие высокотехнологичные способы дают меньше эффект или такой же но есть конечно вещи которые связаны с цифровым бессмертием где прогресс очень серьезный оно тоже делится на такие две две линии два направления одно значит по главе с Аланом Маском это которые говорят что надо стремиться к тому чтобы всю информацию мозга можно было скопировать в машину вот всю и тогда в случае каким-то образом можно при необходимости из машины снова записать в какой-то новый мозг да то есть как бы вот он сделал уже интерфейс с тысячами датчиков которые уже достигли каких-то эффектов но конечно же они не приблизились к такой полноценной задаче потому что компьютер который бы сохранил всю информацию мозга ну вот при нынешних технологиях надо в общем он должен быть размером землю где-то вот так вот вот а есть вторая линия которая ну вот мне кажется очень реалистичной дело в том что вот например на войне человеку отрубило пол головы он выжил и говорит с тобой он сохранил свою личность значит не нужен весь мозг да или там например человек в коме полностью забыл себя да но с ним разговаривают разговаривают ему показывают вещи из его прошлой жизни и вдруг что-то включается и он вспоминает себя да то есть это означает что для того чтобы сохранить личность не надо сохранять всю память весь мозг и так далее и так далее надо найти тот участок информации мозга и так далее и так далее который за это ответственен или ту информацию которая за это ответственна и вот там очень интересные происходят исследования и люди ставят такие эксперименты то есть там главная задача себя цифровизу максимально превращать все что с тобой связано в цифру то есть тексты видео записи и так далее и так далее и ждать того момента когда искусственный интеллект будет на таком уровне что загрузив это все он может быть эмулировать будет твою личность вот и это интересно там есть какие-то специальные ну как бы новые технологии вот но пока еще то есть я бы так сказал что там пока еще успехи на уровне детского сада ну по крайней мере понятно куда все это движется я сделал робота Марат Гельман 3 даже то есть это уже вторая версия робота но он пока такой дурачок дурачок но вот моя привычка например вести дневник писать каждый день в фейсбуке в том числе отсюда потому что надо максимально оставлять о себе максимальный след потому что когда-нибудь по этим следам можно будет ну восстановить личность ну вот такая вот такая вот история ваш робот он сейчас потому что я помню что у вас был робот еще скажем наверное версия 2 который общался на сайте а вот этот ваш робот он сейчас общается уже как-то более развернуто тоже тоже на сайте да тоже на сайте общается на гельманру он сейчас находится уже даже в двух в двух журналах интервью с ним было то есть с ним разговаривали ну один такой айтишный журнал они параллельно разговаривали с ним и с этой Алисой которую сделал Яндекс вот ну и вроде как гельман 3 вроде выиграл как бы вот а не они закольцевали то есть он разговаривал с Алисой вот а один просто интервью зима брала интервью у него да тоже смешное нет но я немножко забросил этот проект потому что понятно стало что пока искусственный интеллект находится на таком уровне что он очень хорошо может решать какие-то локальные задачи но вот личностная целостная личность он пока еще не достиг такого уровня чтобы эмулировать то есть надо просто подождать но ждать это не значит ничего не делать ждать это максимально собирать информацию там и так далее вот мы мы с вами поговорим значит эта информация тоже пойдет ему в корм да в корм да вот то есть главное у меня вот есть такой человек Алексей Тручин он такой гуру по искусственному интеллекту он такой главный специалист теоретик по искусственному интеллекту в России мой дружок и он значит входит у него значит компьютеру две камеры встроены значит у него всегда включен диктофон когда он разговаривает то есть он максимально себя записывает то есть каждый день просто мегабайт информации про себя сгружает сгружает вот и ну в общем это 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 увлекатель это увлекательная задача но я к этому как бы сказать у меня вот очень важный момент что может быть то есть у меня нет страсти то есть я это понимаю мне это интересно я этим занимаюсь но при этом сам для себя как раз планирую допустим ну и может быть думаю повезет лет 20 у меня еще есть творческой активной жизни вот вот примерно так и значит надо удерживать вот эти 20 лет значит надо там бросил курить да там пытаюсь ну двигать ну правда слава богу здесь море рядом плавает вот то есть это не исключает таких забот о теле вообще надо сказать что вот вот как в подростковом возрасте тебе интересно твое тело не только вот это там созревание половое или мышцы сильный ты с кем-то соревноваться кто сильнее то есть так и вот с 60 тебе снова вот потом был период когда ты об этом не думаешь ты как бы живешь 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 а тело ну есть и есть ты его юзаешь используешь вспоминаешь только если оно заболело а сейчас снова возвращается интерес к собственному телу это очень это интересный такой опыт новый опыт телесности который сейчас происходит вот мне кажется что то что я с чего я начал что вы человек устремленный в будущее вот вы этим разговором совершенно спокойно все подтвердили я за это вам очень благодарен потому что я могу сказать абсолютно искренне это вот самый интересный разговор который у меня был и за это вам огромное спасибо Марат ну ладно удачи все еще впереди у вас же тоже вам сколько лет мне 52 ну вообще у вас еще будут интересные разговоры я кстати бросил 54 то есть в принципе значит вот чтобы было я сюда когда приехал значит ну здесь же горы везде и я в ужасе думаю боже мой я уже такой старый я там подымаюсь на 50 метров и уже отдышка я думал что это от возраста это все же от курения вот оказалось вот так что нет 52 года это самое хорошее время для того чтобы одуматься и да да и как подросток заниматься не только не только как бы личностью понятно что жизнь личности это все равно глав но в целом интерес к телу вот в 60 лет это это тоже важно это тоже часть я здесь немножко могу сказать что вас понимаю потому что у меня дочка которая один годик то есть это тоже такой опыт который очень сильно бодрит да да детки это прекрасно прекрасно ну хорошо я так понял мы закругляемся да да огромное спасибо я тогда как мы будем все это дело смонтировать я вам сообщу и то есть ну мне кажется что что-то получилось вот ну я во всяком случае получил огромное удовольствие от разговора с вами в начале может быть немножко невнятно потому что вот эта ситуация с вот с этим поражением и так далее и так далее именно потому что она такая она действительно неявная то есть дело даже не в том что я не смог сформулировать что-то дело в том что ну действительно все-таки еще не совсем понятно что это за что это за поражение то есть то ли это иногда это как фигура такая, фигура речи. То есть мы говорим о том, что получилось не то, что мы хотели. Является ли это нашим поражением? Может быть, мы просто заблуждались? У меня вот сейчас товарищ говорит, слушай, ну если взять историю России, ну там вот эти кусочки, это же исключение. Почему ты думаешь, что это твое поражение? Так и должно было быть. Ну просто вам повезло, у вас есть там было какое-то время иллюзий. Прекрасно. То есть поколение, которое жило часть своей жизни в иллюзиях. А у других поколений уже этих иллюзий нет. Поэтому здесь действительно все не так очевидно. Но то, что сейчас происходит, конечно, в России это прямо противоположно тому, что было у нас в головах. А тут ведь еще я начал с чего? Я начал ведь с цитирования вашего Фейсбука. Это же действительно дневник и вещь такая немножко не просто личная, а немножко и лирическая. То есть когда человек, несмотря на то, что он говорит, это вроде как для всех, но вы же это говорили для себя и здесь вот такой элемент интимности, несмотря на публичность, он сохраняется. Поэтому, ну вот, проговорил человек, да, свое некое немножко отчаяние, а вот, ну, а мы к нему прицепились к этому отчаянию. Все правильно, все правильно. Ну да, потом он может через неделю позволить себе сказать прямо противоположно. Да, да. Ну вот, кстати, это действительно насчет противоположного. Я же знаю Путина, то есть лично, и Кириенко знаю лично. И я просто думаю, что с точки зрения вот сравнить мою жизнь не их жизнь, но моя жизнь богача. То есть в этом смысле, может быть, они проиграли как раз. Люди, разнообразие. вот что такое еще состоит наша жизнь. Да, там, встречи с людьми. У меня интереснее. Вот. А дальше личная жизнь, там, возможность с детьми, там, с внуками тратить на них время. У меня явно гораздо больше. Море, да, климат, природа. То есть как бы по всем параметрам моя жизнь лучше. То есть в этом смысле они ошиблись. Они ошиблись в целеполагании ключевое. Вот. Ну, здесь, но в то же время я могу сам себе сказать, что, Марат, ну ты же не придумал себе. Это одно дело, если бы я там все придумал бы, взял бы, уехал сюда. Нет, тебя же сюда выпихнул случай. Поэтому особо хвалиться нечем, что ты такой умный. ну, мне повезло, а им не повезло. Вот так вот. Поэтому ключевое слово пока это повезло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok